Спасибо за просмотр! Да, возможно, выставить на такой замечательной конференции. Перед тем, как мы расскажем о том, что же мы узнали, давайте я это немножко расскажу о себе. Перед тем, как мы расскажем о себе, давайте поговорим о том, что важно для тайтла. Тайтл — это операционная система, которая работает вверх телефона. Чтобы мы, как пользователи, хотели купить этот телефон, нам нужно, чтобы было много приложений. Какие приложения нам нужны прежде всего? Ну, мы все где-то работаем, пользуемся нашей профессиональной деятельности телефонами, нам нужны, конечно, офисные приложения. Вопрос. Какое офисное приложение является самым популярным? Ну, ответ, наверное, очевидный, да. Чуть менее очевидный ответ на второй вопрос. Какой второй, по популярности, офисный бакет в мире? Ну, коллеги. Google Docs. Google Docs, окей. LibreOffice. LibreOffice. Еще и версии. OpenOffice. OpenOffice. Какие еще есть версии? MyOffice. Ну, коллеги, поверьте на слово. Ну, давайте для ускорения процесса поверьте на слово — это OpenOffice. Более 100 миллионов пользователей. OpenOffice — это пакет. Мы подведем, кто его с обусталом пользовался. Есть ли такие? Все, да? То есть, по сложности функционалов, предоставляющих компонентов, он делает то же самое, что и бакетом пользователей. Более сложный вопрос по сравнению с предыдущими. Сколько времени у нашей компании ушло на то, чтобы этот пакет сделать доступным на тайзинг? Ну, и примерно такого размера моделлектива. Там ГАЛС. Там он ГАЛС. Месяц. И какого размер объектива? 10 человек в месяц. Какие еще есть версии? Полгода. Какого размер объектива? Сколько? 10. Какие восстановки? Мы уже все такие вот гениальные программисты. ГАЛС. Не поверьте. Один день — два человека. День — два человека. Восемь недели — восемь человек. Восемь недели — восемь человек. Ну, плюс-минус. На пятьдесят популярных опытов в соусских приложении, включая четыре приложения из пакета OpenOffice, у нашего коллектива, который люблю, я знаю на этот проект, это меньше десяти человек. Ну, плюс-минус там в течение времени. Ушло три месяца. Это не характеризует «Дайза», это не характеризует «Топом офис», это характеризует «Ролат», ту технологию, которую мы создаем. Итак, мы, меня зовут Владимир Павлов, я основатель и генеральный директор компании «Ролат», и Дмитрий Баренко, который чуть позже взаимодействует на месте здесь на сцене, это наш технический директор. Что мы делаем? Мы создаем технологию онлайн-вентуализации предложений. Технология, которая... Вот наша большая мечта, пока еще фонус не сделан, хотя мы в дни части уже осуществлены. Большая мечта сделана так, чтобы любая программа могла работать на любом устройстве без необходимости этой программы не делать. Наверное, вообще. Сделать так, чтобы вы в ней Тайзовские устройства могли работать с Windows-программами, с Аккордовским программом, и с Apple-кеталлитурным. Чтобы на iPad можно было запускать Windows-программы, чтобы на Клонбуке... Поднимите, у кого было запускать? Что это? Клонбук — это Клонбук, который работает под операционной системой... «Роллбэс». «Роллбэс» — это операционная система свежей... А, пошли... А, так вот, и наша технология позволяет запускать институты с новыми приложениями. Это так, чтобы любая сантимушка могла работать на любом устройстве независимо от того, для чего, случайно, эта сантимушка была написана. Звучим в Крэйзе, звучим очень институты, а у нас интриарно-институты треклассные «Подините, кто в школе учился по учебникам Ярос Краустров?» Ну, если я только заувидом, то... Не поверю, мне как бы больше людей. Ярос Краустров – автореза, рекомендационно, Телannya начинает музыкать только без догнали бы быть Il Cristo достаточно целый, угловатый, негативный продукт Это определение это-то回итель Типу с таким определять согласями, чуть-чуть позже Вам докажем, пока которую показывает Но тем не менее, я считаю, что это пока сыйной продукт У него очень ограниченный функционал Мы работаем с ограниченным количеством платформ, с ограниченным количеством авторств, с ограниченным территорией Тем не менее, более чем 100 кратный рост количества пользователей за год И вот, собственно, как все это работает? Конечно же, мы на какой-нибудь маленьком смартфоне, не запустим вот такую сложную вещь в студию, да, ресурсов этого смартфона может не входить. То, что мы делаем, это технология управления под доступом. У нас есть глобальная сеть. Когда пользователь хочет запустить приложение, фактически приложение запускается на одном из наших серверов. И пользователь сдвинется пользоваться интерфейсным устройством. Если, например, он работает на Macer и хочет запустить приложение, у нас в сервере будет запущено образование, а ему попадает в окошки. Приложение хочет в первого окошка, но ради того на кубике пользователя будет в первого окошка. Пользователь будет казаться, что приложение работает локально на его девайсе. Реально срочно будет доступен. Чтобы это осуществить на пользовательской стороне, нам нужно иметь всего лишь грузинг, поддерживающие 4.5. Все. Поэтому можно запускать существожные или все свои умные приложения в облаке. И эти приложения будут доступны на микроустройстве. Нам также получатся в банном кубике или даже на смешивающем со смешившим ключом на пирожке под названием Тайзер. Но мы надеемся, что со временем наше приложение будет работать не только на традиционных таких объективных устройствах, как телефоны, но и на все различные новые устройства, которые появляются на земле. Ну, это практика, который будет доступен только на категориях, потому что в конце 20-х годах будет порядка 100 миллиардов долларов. И, конечно, мы будем работать в том, что у этого, когда мы были в другом инстанции, нам нужно будет работать в же системе, потом, чтобы мы можем в истокровать. Большим компаниям есть кнопка своего проприятального софта, изначально написанного, но для чего вы сами в этом веке, я не имею в виду. По-другому, это не сейфанами и хотят использовать те свои программы, которые использовали раньше. Технология антажа – это идеальное решение. Готовую состетушку, мы автоматически делаем поступки, практически техно-практически. То есть, тоже, наверное, модификации могут потребоваться, но все вообще не потребуется. Делаем поступки по всяким вопросам. Для компаний, на самом деле, очень осторожно. Они пишут Windows в программах традиционно. Их рынок был Windows или Linux. Они хотят выйти от сегмента пользования всех компьютеров. Не переписывают же программу заново. Если это сложная, но и гонкая, но и с соединкой, и реальная программа выбора. Или уж не более дайвай. Благодаря нам, а в облотоке и через облако доступны все устройства. Соответственно, это новые рынки и, естественно, новые модели монетизации, потому что компитация программ в облаке, это размещается в качестве рекорд на модель подписки, возможность перехода модели подписки. Ну и, наконец, для конечных пользователей то, что он представляет на этой конференции 50, самая такая работа собственных приложений, это возможность для консюбера, для потребителя конечного, работать с любимыми их, привычными приложениями на новое устройство. И у нового устройства он хочет быть на это устройство, и теперь он хочет жить с теми программами, которые у него были дальше. И, собственно, здесь мы переходим к тому, как мы это достигли, с чем мы столкнулись, когда взялись этот проект, он в Samsung где-то где-то не салат, что-то убежал, он нас, значит, подбил этим заняться. И, как этот проект развивался, что мы пришли, сейчас расскажет Валентка, технический директор компании «Права». Валентка, директор компании «Права». Первое, что скажу, Влад так красочно все рассказал, там несколько человек, там бац-бац, продакшн все сделали, на самом деле все было не совсем так, даже совсем было все не так. Я вам расскажу, как это было и что это было. Первое, это то, что бета, она бета не потому, что уравнированная, и как там коллега говорил еще какое-то нехорошее слово. Бета, она потому, что есть еще моменты, в которые обрабатывается не совсем хорошо. Но есть куча вещей, которые работают и работают хорошо. И в первую очередь это описается тому, что облачные приложения, которые работают где-то там непонятно где нужно, что облачные файлы. Наша платформа интегрирована со всеми популярными Cloud Storage решениями, такими как Dropbox, Google Drive. Это позволяет вам запустить OpenOffice где-нибудь на в девайсе, на каком-нибудь своем, и получать доступ к файлам, которые вы храните в Dropbox и Google Drive. И таким же образом, например, получать доступ к вокальным файлам, которые у вас живут на компьютере, но синхронизируются в Dropbox и Google Drive. Мы работаем на всех мажорных основных браузерах на Деситопе, в том числе и на фонбуке, в котором, кроме бобертраузеров, вообще нет никакого софта. И мы работаем на всех основных мобильных платформах, которым сейчас уже, наверное, авансом приписываем Тайзер. И когда мы говорим о том, что мы запускаем Деситопные приложения в облаке и даем возможность работать с ними на мобильных устройствах, мы еще здесь имеем в виду то, что эти приложения получают новые функции, которых у них в деситопном виде, в деситопной инкарнации не было. Все наши приложения, которые работают на Тайзер и других интернет-устройствах, они полностью адаптированы к тач-нему. То есть вам не обязательно иметь мышку или какой-то pointing-девайс, можно просто пальцем, ну, как это и ожидается от мобильного устройства с тач-экраном, взаимодействовать с приложением. Наше приложение, работая на нашей платформе, поддерживает пич, зум и другие жесты, про которые Деситопные клубы, мы, например, ничего не знаем. С нашей помощью он учится быть френдом для мобильных пользователей. И в тех местах, где мобильная платформа существенно отличается от Деситопных, например, прямым наличием планирую и возможностью пользователя начать набирать текст в любой момент, мы тоже стараемся помочь и сделать так, чтобы работать с этим было удобно, встраивая и добавляя некоторые элементы. интерфейсы, которые делают работу с приложениями более удобно и целостно. И, кстати, вот тоже, о чем еще не говорилось сегодня, когда мы говорим о мобильных приложениях, которые работают в облаке и десктопах, и работе с ними с десктопом, мы поддерживаем то, что сейчас Apple назвала Continuity. У нас это было еще задолго когда-то. Можно начать было работу с приложением, например, на компьютере. Тут вам позвонили, нужно куда-то приезжать, вы едете на такси, можете взять свой iPad, открыть и продолжить работу с того же места, с тем же документом в том состоянии, в котором вы его оставили, только закрывали крышку лоблока, выезжая из своего офиса. Конечно, мы понимаем, что есть ситуации, когда, как бы мы старались, на маленьком экране, на touch-устройстве, мы не сможем сделать какую-то операцию, которая требует привилегной точности, когда нужно на несколько пикселей, что-то куда-то подробно. Мы подумали об этом, и мы реализовали то, что мы называем виртуальной мышкой. Это режим, в котором появляется курсов, такой привычный, как на десктопе, и при этом вся поверхность устройства превращается в некий такой touchpad, и движение пальцев по этому touchpadу приходит в движение показателя на соответствующем расследовании. То, что мы знаем и чем мы пользуемся, когда работаем с обычным документом, и работает на экране телефона, и позволяет выполнять ювелирную работу с документами, которые вам нужно отредактировать on-the-go, имея в руках такое устройство с небольшим экраном. А также мы, и об этом я дальше тоже буду говорить, стараемся на каждой платформе обеспечить Xperia с работой с приложением, которое бы совместировалось, как если бы это приложение было установлено локально. И когда мы запускаем доступное приложение на доступной платформе, это просто и вообще не нравится. Наши приложения, например, в отличие от ремонта стопа создают сколько окна, сколько фактически есть в приложении. У нас нет одного окна, внутри которого все непонятным образом расположено. У нас открываются отдельные окна, между этими окнами можно переключаться при помощи сим-кита, или альт-ап на нём. То есть, работает это настоящее, это можно будет приложение. На мобильном устройстве, конечно же, мы этого достичь не можем. Именно поэтому мы сделали то, что мы называем умное управление окном. Если мы видим, что приложение пытается открыть диалоговое окно, которое откроется пользователем, что-то сделает, оно тут же закроется, мы его показываем как окно, с которого можно передвигать, посмотреть, нажать на него, закрыть и не так. Но если мы видим, что это окно, в котором документ, с которым пользователь будет взаимодействовать более длительное время, для которого важно, чтобы весь экран, который имеется в распоряжении пользователя, был доступен для работы с документом, мы показываем это окно совершенно по-другому и имеем специальный связь для отключения между этими окнами документов. Это позволяет сделать работу с документами и с окнами в приложениях более приятными и удобными для тех пользователей, которые работают с тачу спроса. И вот это вот все, как Лега сказал, царайка. На самом деле это очень много функций, про которые мы думаем и с которыми стараемся сделать так, чтобы пользователям было удобно. Вот это было такое вот описание того, чего у нас есть, чего мы умеем, что этот продукт делает. И теперь, если мы перейдем непосредственно к Tizen и рассказываем о том, как все это получилось, мы начнем с того, с чего начинают все, кто приходит на новую платформу, а именно с того, чтобы понять, какие есть варианты для опции для построения новых приложений. Когда мы впервые услышали про Tizen, нам были доступны, в принципе, вот эти вот три опции. В принципе, и сейчас, через полтора года после того, как мы первый раз услышали про Tizen, эти же самые три опции доступны. мы можем создать полностью нативное приложение как C++, получить замечательную суперпроизводительность, легкие, безболезненные, кто стоит низкого уровня на функции, но потом повторно использовать тот код, который мы напишем на C++ Tizen, где-то в таком месте практически не реально. Ни на какой другой робильной платформе использовать не получится. Можно создать JavaScript-приложение. Вот я специально защищусь здесь веб, потому что это не веб-приложение будет, и мы тогда поговорим немножко позже, а JavaScript-приложение. Оно уже дает более хороший баланс между производительностью разработчикам, доступом к нескокровневым функциям и перенестимостью кода, который вы создаете, на какие-то другие мобильные платформы. Но все равно переносимость все еще от вопросов. Когда вы пишете такое приложение, часто приходится опираться на нескокровневые API-специфичные для Tizen, которых, естественно, не будет где-либо в его месте. И это, как вы сами понимаете, создаёт сложности. И третий вариант, когда мы создаём, ну, то, что называется, гибридное приложение, которое загружается в основном с сервера, опирается только на обычные веб-кодовы, интенсии APIs. Имеет замечательную переносимость работы везде, на всём, что движется везде, где есть браузеры, но при этом доступ нескокровневая функция, и, возможно, реализация производительных вещей затремняется. Но мы, имея опыт работы вот в такой вот третьей модели на нынешних платформах, понимая, что мы не сможем писать код, который через путь запишет для Tizen, потому что нам нужно поддерживать широкий спектр платформ, пошли по третьему пути. Но при этом всегда есть ситуации, для которых первый и второй пункт тоже могут быть правильными направлениями для развития. И вот когда мы выбрали использование JavaScript в качестве нашей базовой платформы, мы сразу же пошли на такой замечательный сайт, который называется HTML5-тест, чтобы посмотреть, как и что деньги получили на платформе, насколько мы сможем использовать те инструменты, к которым мы привыкли, для работы на новой платформе. И тут, конечно же, замечательная новость. Среди всех мобильных платформ Tizen имеет самую широкую поддержку всего того, что входит в HTML5. Слева у нас результаты на Tizen, а справа результаты для iPhone, ну, для iOS 7, ну, 7, как-то так. То есть Tizen на голову выше. И это, как бы, хорошая новость. И мы можем полагаться на то, что то, с чем мы привыкли работать, будет продолжать работать. Но в каждой бочке мёдра есть ложка лёгти. И вот это одна из кинтесенций этой ложки лёгти. И она состоит в том, что стандарты, как бы, хороши, они не являются панцией. Как вы думаете, какой, сжавосвитовый метод, чаще всего используется? После олевка. После виндов олевка. Вот, в результате такого неможным ненаручного исследования было установлено, что это метод виндов олка. Во всяких примерах, когда показывают все, что может делать джамстит, используют этот метод виндов олка. А как вы думаете, сколько разных вариантов разбития событий может произойти после того, когда вы называете метод виндов олка? Ну, давайте попробуем угадать. Сто? Сто пятьдесят? Нет, на самом деле я шучу. Если взять стопные браузеры и мобильные браузеры, то есть шесть или семь, я уже сейчас точно не помню, вариантов того, что может случиться, когда вы называете виндов олка. И вся эта разница происходит из-за вот этой вот строчки в стандарте, которая говорит, виндов олка метод должен быть. Что он делает? Вообще говоря, неизвестно. В среднем он должен открывать новое окно, но это будет зависеть от возможностей браузера и возможностей целевого устройства, на котором этот браузер работает. И поэтому, как бы это первый камень на моего стандарта. Стандарты нужно проверять, но нужно за ними перепроверять. И это, ну, как бы этот опыт, он уже вынесли из работы с другими платформами, и на Тайзене. На Тайзене он полностью подтвердился. И вот этот вот слайд объясняет то, почему слово web-приложение я там зачерпнул. Если, вот как в нашем случае, у нас уже есть готовое приложение, работающее на разных платформах. И можно было бы подумать, что есть HTML5, есть JavaScript, в Тайзене это все такое, и все заработает с кит пинка. На самом деле нет. Если у вас есть web-приложение, то сделать его хорошее, качественное, мобильное приложение не так уж просто. Потому что между этими двумя классами приложений есть определенная разница. И в некоторых моментах эта разница существенна. В первую очередь, когда пользователь работает с web-приложением, он работает с ним через браузер. И для операционной системы, для Тайзена, и для App Store тайзеновского приложения является браузер. И если где-то, например, пропадает соединение с интернета, браузер выдает пользователю соответствующую картину, что, дорогой друг, я не смог загрузить вот такую вот страницу. И для браузера это нормально. Но если вы ваше веб-приложение превращаете в мобильное JavaScript-приложение, и пользователь будет вот такую вот видеть картинку, что я не смогу загрузить вот такую вот страницу, то у него будут возникать вопросы. И будут возникать вопросы у reviewer, которые будут это приложение reviewer перед попаданием в стол. Ваше предложение в этом случае должно само обработать ситуацию отсутствия соединения браузера, здесь нам уже не помогает. И есть большое количество таких мелочей, связанных с аппаратной платформой, в которых в случае веб-приложения замазывают браузер, в случае мобильного JavaScript-приложения вам появится, к сожалению, у него цены. Еще один момент, который тоже не совсем очевиден, то какой UI должен быть у приложения. Если мы, когда мы работаем на вебе, мы можем делать any way, и все, что хотим, это веб. Все, что хотим, это веб. Мы можем CSS красивый сделать, мы можем дизайн, пиксели, цвета, все делать замечательно, так как нам, как нам угодно, и дизайнер, наш второй Juni может рисовать все, что его лучшее угодно. Если это приложение, которое проходит через App Store, это не работает, приложение должно соответствовать гейдлайнам, которые предлагаются для данной конформы, которое инфорсится, как приложение соединиться в 100. И это тоже накладывает определенные отпечатки. Нам пришлось, когда мы готовили приложение, добавить целый модуль, который будет трансформировать UI наших элементов, элементов, которые мы показываем, наших диалогов, сообщений, так, чтобы мы соответствовали тому, что требует Tizen. Иначе наши приложения не проходили регистрации в этой истории. И следующий момент, который тоже не очевиден, для веба, естественно, использовать какие-то сторонние сайты, например, через Google подключение, Dropbox, когда мы пользуемся, мы просто отправляем его в другую URL, соответствующий акош, нажимаем там, вводит там какие-то данные, нажимает на какие-то кнопочки и возвращается назад ваше приложение в мобиль. И для веба это естественный экспириенс в мобильном приложении, а может быть, все совсем не так. Потому что, когда вы свое приложение адаптировали к рекомендациям UI, которые дает Tizen, и перенаправляете пользователя на страницу в Google, в Google, в Google, вообще, говоря, ничего не знает. То, что такое Tizen, наиболее бейнлайны и всякие такие вещи, говоря уже какие-то технические моменты. И поэтому, и вот именно поэтому я вот там зачеркнул веб-приложение, само мобильное JavaScript-приложение. Работа по переносу веб-приложения и превращению в хорошее, качественное JavaScript-приложение требует, требует усилий. И это вот список, наверное, неполный, того, что нужно сделать, чтобы все, в конце концов, получилось. Если мы еще не попробуем, то было бы замечательно. Кроме вот этих вот сугуба технических сложностей, которые возникают у всех, кто находится в ситуации, похожей на нашу, когда нужно существующее предложение перенести по первой мобильной платформе. Для нас же все составляется еще и тем, что мы хотим быть родными для всех. Мы хотим быть родными для той платформы, на которой пользователь запускает приложение, чтобы не запустить мобильный тролльс и тут же запустить OpenOffice Hub, у пользователя не проходило разрыва шаблона, чтобы он чувствовал, что он находится в том же месте, что он на одной и той же платформе, что работа с приложением ведется примерно так же, что тача работает, что еще что-то там сделано более-менее одинаковое, так как диктует стиль и традиции этой платформы. В то же время мы хотим, чтобы когда он работает с калком, он увидел там свой знакомый привычный ему калк, чтобы какая-то кнопка создания новой диаграммы находилась в том месте, где он привык видеть эту кнопку. И вот эта вот просто платформенность иногда сливается в то, что зачастую есть требования, которые тянут нас в перпендикулярную сторону. в тех местах, где мы хотим быть родными для платформы нам требуется одно, чтобы сохранить естественное проведение предложения, нам нужно делать что-то другое. И это добавляло сложности в нашей работе. И в первую очередь это касалось поддержки каких-то аппаратных возможностей платформы типа кнопок бэк перехода в спящий режим работы с адвентурой. И вот этот подход, который мы эту конструкцию или эти сложности решили. Что мы сделали? Мы решили, что мы не хотим и не можем себе позволить переписать абсолютно все и сделать его адаптированным. А для Тайзена и поставить, чтобы оно воспринимало как родное те функции или те сообщения, которые может быть давать на Тайзен. Вместо этого мы определили нашу клиентскую часть, которая работает в браузер, но в браузере это два компонента. что-то тонкий клиент тонкий клиент, который знает про Тайзен и написан специально про Тайзен и обеспечивает для нас доступ к высоковым функциям платформы. И большая или иная часть это загружаемый клиент, который одинаково во всех платформах. Который работает на iOS, на Тайзене, на Android и в том числе и на доступных транспортах. И взаимодействие пользователя с приложением происходит через вот эти два слоя. И это вот так вот на уровне аминного взглята. Функции этих компонентов поделены примерно так, что специфичны для платформы платформы обертка она помогает соответствовать UI-гайдлайнам получать доступ на свой уровень функции. А загружаемый клиент обеспечивает то, что наша платформа может работать как приложение поставленное из стола, так и просто в случае, когда пользователь в браузере заходит на наш сайт и нажимает кнопку запустить OpenOffice. Вот этот вот компонент обеспечивает одинаковую работу и одинаковый экспириенс для пользователя в обоих этих случаях. А вот как это устроено в деталях уже интересно. Вы помните об этом, что windowOpen это метр непредсказуем. Вот если в браузере сделать windowOpen, то это приведет к появлению нового tab. Если сделать windowOpen в JavaScript приложении Notizer, это приведет к тому, что появится новое окно, которое будет расположено поверх первого и с собой полностью закроет первое окно. И вот мы воспользовались этим открытым для того, чтобы реализовать нашу работу. Получается доступ к низким уровневым функциям возможен только со страниц, которые загружены с URL-ов, с локальных URL-ов. А нам нужно, чтобы наше приложение работало с URL-а, который доминировал. у нас все везде так работает. И что мы сделали? Когда приложение запускается, мы открываем одну страницу, в которой проверяем, какой язык у пользователя. есть соединение с интернетом, установим дополнительные параметры, создает объекты, которые впоследствии помогают нам взаимодействовать с низким уровнем API. И когда пользователь уже запускает приложение, мы открываем поверх этого окна другое окно, в котором собственность загружается вот наш download онлайн, и пользователь ведет работу с приложением. При этом фактически пользователь взаимодействует с этим вторым окном, когда он нажимает какие-то аппаратные кнопки, реакцию на них осуществляет вот эта страница, которая если нужно что-нибудь передает само приложение, ну и если нам нужно доступиться к системе, которая просто для вот такой страницы недоступна, мы знаем, что у нас есть вот это окно, и оно может оказать нам радскую помощь и предоставить доступ к API, которого таким способом мы бы не получили. Как сейчас кажется, достаточно простой трик, но он работает хорошо, и мы заняли на какое-то время какие-то схемы, которая бы позволила сквестить общий доступ к низкоуровневым функциям, в то же время сохранить общую модель работы, как и на всех остальных платформах. и вот этот следующий интересный урок, который наверное много из разработчиков, которые уже что-то делали в Дайзене, наступали на эти же граммы, введение в него слушайте, такой вот незамосновательный вопрос. Какая платформа для браузеров, для разработки браузеров на сегодняшний день является самой популярной и самой распространенной? кроме вебкит как вы правильно говорили вот такой немножко странный ноготип, потому что непонятно ли сапари вытягивают или выбрасывают ведерко, но вебкит самая популярная платформа, но это то, что везде используется вебкит, это так же облачивает то, что все поддерживают стандарты одинаково потому что у каждого вебкит свой и на поверху кита построено тоже что-то свое. И урок, который мы усвоили здесь очень хорошо это то, что ни одна платформа не является хорошей аппроксимацией к любой платформе. Для того, чтобы разрабатывать под Tizen, нужно в руках иметь устройство с операционной системой Tizen. В нем проверять, как все работает. Соответственно, iOS откроет та же самая история. Много было приключений, и многие из них приключения были если в сыне очевидны. Например, производительность которая никак не описывается в стандартах у нас был кусок кода, который должен был оптимизировать, как работает адресовка каких-то элементов на экране, который использовал метод стандартах в стандартах. Оказалось, что на Tizen этот метод работает на порядке, медленнее, ну почему-то как-то так. Оказалось, на порядке, медленнее, чем на iOS и так. Наша оптимизация оказалась совсем наоборот. Оптимизация чем это пришлось убирить, если бы у нас не было в руках устройств. Следующий момент, который тоже, наверное, столкнулся, уже работал с Tizen, это то, что Tizen находится в активной разработке. И если у вас есть устройства в активной разработке, есть платформа, которые находятся в активной разработке, и ваши предложения, которые находятся в активной разработке, это просто гарантированная и грунчая смесь, потому что баки будут грезть со всех сторон. И нужно всегда понимать и знать, на какой конфигурации эти баки произошли, чтобы суммить их отнести к платформе, которая активно разрабатывается, либо к приложению, которое вы сами активно разрабатываете. Вот на заре нашей работы с Tizen мы, наверное, нашли в Tizen такой бак, что если пользователь делает multi-touch жест, например, тремя пальцами, то происходит не одно событие touchstart, в котором три пальца обнаружено происходит, три события touchstart, когда один палец, потом два пальца, в том же, в конце концов, три пальца. В этих условиях мы никак не могли работать, потому что бак пришлось не портить, ну, совсем не тащим последствия. Мы то, что мы с этим справились было благодаря тому, что мы смогли отнести этот бак не к нашему приложению, к нашей платформе. Со стором тоже мы все просто. Когда разработчики приложения привыкли к тому, что исправили, нажали deploy, все пользователи счастливы, они получили обновление. Когда у нас есть стор, в котором что-то живет, это все становится намного сложнее. Особенно в нашем случае любильное изменение проходило в траллоге в онлайе, но вфейкнулось в превью в сторе приложение второго кусочка, который вот такой вот маленький. И к этому нужно тоже быть готовым, что если вы можете приложение обнимать за считанные секунды, если вам нужно что-то подавать в App Store, то что вы готовы, что-то может занимать ничьей. И вот в нашем случае, когда мы работаем с 50-ю приложениями, тоже App Store, не самый удобный инструмент для управления таким большим количеством приложений. В частности, Samsung выпустила API, который называется Apple, и если вам нужно работать с большим количеством приложений, вы обязательно его посмотрите. Ну и в конце концов, что мы все-таки это сделали? и мы в этом проекте добавили еще одну платформу в копилку того, чего мы поддерживаем. Можно запускать любое приложение на любой мобильной платформе на сегодняшний день. Здорово, что JavaScript стал таким замечательным и полноправным следствием разработки для мобильных приложений. Не здорово то, что все равно нужно работать, нужно понимать где находятся пределы стандарта и разрабатывать это конкретное конкретное устройство. Не полагайтесь как просто подформенные инструменты, старайтесь всегда получить то устройство, для которого вы разрабатываете. ну и конечно же хорошие инженерные практики еще никто никогда не отменял. Спасибо. И последнее, что я хотел сказать о тех десятых приложениях, которые, как уже говорил, подслужившие приложения, самые популярные. Вячеслав, подслужившие сделали несколько деталей. Для нас не более чем пример. Мы можем делать совершенно редко используемые очень важные для очень узких звенов, для очень узких групп идей приложения доступными на флоках. Если это не с ума, есть такие приложения, которые вы бы хотели бы для вашей аудитории сделать доступными на андроидах, на айпадах, на разинах. Но еще ничего потом, конечно, мы будем вам рады создавать. Спасибо за внимание. Есть на среднем заработного полосы? Скажите, требует способность интернета для ваших приложений? А что, допустим, для СИЗУ, где я его на ресурс такси с смартфоном, и это сделать? Со временем интернет ответ может быть такой немножко откликальный. Чем лучше интернет, тем экспириенс будет лучше, но даже на обычном триже, если что-то нужно сделать, это можно сделать. Может быть, некоторые может быть не так быстро, как хотелось, но на триже отредактировать документы, поменять что-то, посмотреть, можно. и больше технических вопросов по мнению. Интрофейс использования, который проходит на мобильном устройстве, который имеет интерфейс военного показания. И кто как больше графической информации? мы используем свой собственный фотоколок для общения между клиентом и сервером, который учитывает особенность того, наш клиент работает в правом взятии оптимизирован под какого-то состояния использования. в правом оборудовании и в правом оборудовании потому что мы ничего не делали, если говорить про платформы мобильные, то, наверное, проще всего было под Tizen. Мы исторически делали сначала iOS, потом Android, а потом Tizen. Для Tizen было проще всего, но тут, как Влад уже подвергал такую фразу, это не за супер Tizen, а это просто тот опыт, который мы накопили в работе с iOS и Android, но и консоверно более эффективно сделать это для Tizen. А вы как бы оптимизировали приложение для наших пока управления татчиками? Ну и вообще, вы делали какие-то изменения в два фактора? Например, JTK или вы вносили изменения универсальных согласительных предложений? Или для каждого предложения выделили в связи? Это хороший вопрос, на самом деле. Мы всегда стараемся, когда нужно что-то под что-то оптимизировать, делать это таким образом, чтобы оно затрагивало как можно больше успех в приложении. Чтобы, если мы знаем, что есть какая-то ситуация, которая должна быть обработана особенно, мы ее делаем типа и в OpenOffice делать так. Мы стараемся ее обобщить и сделать так, чтобы для всех приложений, если тут возникнет такая ситуация, это работало примерно таким образом. Вот есть несколько вещей, которые мы делали, реализовывали и делали с тем, что мы уплачили JTK и все. Потому что иначе это было сделать для всех приложения одинаково, было невозможно. Ну и это второй уровень кастомизации или адаптации этого приложения. И третий уровень, это мы для каждого приложения, ну для особо важных приложений мы можем менять настройки конкретно этого приложения, не лезть под его, но поменять какие-то настройки по умолчанию, чтобы сделать приложение более friendly в той или иной ситуации, в которой оно используется. Коллеги, я предлагаю все вопросы с вами задать лично, потому что у нас подошло время к предпоследнему докладу. Так что давайте поблагодарим Владимира Дмитрия за их.